Доблесть, отвага, мужество, качество, которые отличают настоящих белорусских воинов. Защита своего дома, своей отчизны, долг, выполнение которого для каждого из них – дело чести, выучка. Уникальная сила духа, храбрость – для белорусских военных не пустые слова. Это то, чему посвящена не только профессиональная деятельность, но и вся жизнь. Люди в форме. Они всегда на посту, с честью неся службу, продолжая традиции, заложенные поколением ветеранов Великой Отечественной. Одним из важных качеств, отличающих белорусских военнослужащих, является выносливость. Умение в экстренной ситуации мобилизоваться и принять важное решение для настоящих воинов – не усилие, а привычка. Возложив однажды на свои сильные плечи большую миссию – охранять спокойствие и безопасность людей, они с честью следуют этому принципу до конца. Несмотря на время, необходимые военнослужащим качества остаются неизменными. Стойкости, стремление к выполнению задачи и самое главное – это чувство защиты Родины, патриотический долг и чувство ответственности. Торжественное собрание, посвященное Дню Защитникова Отечества, прошло накануне в городе Надбугом. Представители всех ведомств приняли участие в большом празднике. Слова признательности и благодарности – все это в адрес тех, кто днем и ночью следит за безопасностью нашей страны. Обращаясь к присутствующим, председатель Брестского облсполкома Анатолий Лис отметил, защита Родины всегда была, есть и будет священным долгом настоящего гражданина и патриота, а армия – подлинным гарантом безопасности страны. Защита Родины всегда была и есть и будет священным долгом настоящего гражданина и патриота, а армия – подлинной гордостью народа. Мы отдаем дань признательности ветеранам Великой Отечественной войны и вооруженных сил всех поколений, их подвигу, отваге и мужеству, тем, кто в разные периоды истории отдал своей жизни за нерушимость границ своего государства. Нагрудных знаков из рук губернатора были удостойны ветераны Великой Отечественной войны. Они первые в области получили юбилейные медали «70 лет победы Великой Отечественной войне» 1941-1945 годов. Кроме того, за высокие результаты в профессиональной деятельности, безупречное исполнение воинских обязанностей, офицеры Брестского гарнизона были награждены почетными грамотами и благодарностями от руководства области и города. Такой знак внимания берестейские офицеры высоко ценят, отмечая, что награда послужит хорошим стимулом для того, чтобы постоянно работать над собой и своим личным составом. Наша основная задача – готовиться к войне, но за тот срок, который отмерен каждому по службе в армии, начинаем воспитать настоящего мужчину, привить ему как личные какие-то качества, а также развить его знания и умения, чтобы в последующем он был достойным мужем своей родины. Ярким продолжением ратных воинских традиций стал офицерский бал, проведение которого неразрывно связано с историей воинства. И сегодня, как 100-200 лет назад, на паркетном полу кружатся изящные пары. Проведение офицерского балла – это не дань моде. Это хорошая возможность прикоснуться к проверенным временем, классическим традициям. Вообще офицерская балла – это традиции 18-19 века. И в 20 веке она как бы ушла и была эта традиция утеряна. А сегодня это может быть новая форма общения офицеров вместе с своими супругами, спутницами в этот праздничный день, с коллективом офицерским, где собираются все командиры гарнизона со своими спутницами. Сюда также приглашены лучшие офицеры гарнизона, которые удостоились каких-то достижений, наград. Такая хорошая традиция. И ребенка надо приучать. И девочки – это очень хорошо. То, что вот такой хороший полу сегодня праздник, я думаю, что почему нет? Почему сидеть дома в этот праздник? Почему бы не выйти? Такое яркое завершение цикла мероприятий – это еще одна возможность сказать военнослужащим, что их труд нужен обществу, что с ними считаются, что их уважают. Ведь защита Родины – привилегия и обязанность настоящих мужчин, которым очень важно знать, что именно благодаря их службе граждане в нашей стране чувствуют спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.